Долги списали, но по госуслугам я все равно должен. Я заметил странную тенденцию. После процедуры банкротства банки и коллекторы успокаиваются. Долговые обязательства снимают быстро, а вот приставы забывают убрать должника из базы данных. И это может длиться очень долго. Приставы работают плохо. Обещают решить вопрос, просят подождать пока само уберется, но это так не работает. Главный секрет, приставы начинают шевелиться только тогда, когда на них жалуются. Делать это нужно не по очереди, ожидая перекидывания по структурам, а всем сразу. Вот какой каскад жалоб необходимо подготовить. Первое, жалоба непосредственно судебному приставу на его бездействие. Примерное содержание. Довожу до вашего сведения, что если в 10-дневный срок долг не будет снять с базы судебных приставов, я обращусь к жалобе на имя вашего руководителя, на имя главного судебного пристава города, дали на имя главного судебного пристава района, а также к прокуратуру. Второе, если в указанный срок информация о долге не исчезла с сайта ФССП и в госуслуг, рассылайте письма одновременно всем перечисленным должностным лицам. Убедитесь, что это письмо зарегистрировано, требуйте номер обращения в канцеляриях. Третье, в случаях, когда и это не помогло, нужно собирать сведения для подачи в суд. Копии писем, записи телефона в разговоры на горячую линию и так далее. Подавать на пристав в суд это совсем крайний случай, только если он вопиюще нарушает ваши права, не взыскивает алименты, намеренно закрывая глаза на банковские счета того, кто вам должен и так далее. Чаще всего на практике дело до суда не доходит. Приставы настучат по голове его вышестоящее начальство и он уберет информацию о задолженности. Не бойтесь судебных приставов, они ничем не смогут вам навредить. Решение суда о списании задолженности уже у вас на руках, значит и правда на вашей стороне. А если долги еще не списаны и приставы не дают житья, я разберусь. Мои контакты есть в описании к ролику. Прошу поддержать лайком и подписывайтесь на канал Юриста. До новых встреч!